Варится этот котел у нас здесь, наварится, наварится бульончик, и пенка такой красивой ложится черная шапка. У Усть-Каменогорска прочно держится слава лидера по онкозаболеваниям. Просто ракообразующих много предприятий. Это соскок с ответственностью. Пока у нас Данил Ахметов, областной Аким, реакция абсолютно нулевая. И я сказал, что слово правды весь мир перевесит. До стар. Саламатздармэ. Сэздармэнбергэ вадибарейкэ, жэнэ гипербарей, ютуб, аннасы. В Усть-Каменогорске я встретился с одним из главных экологических активистов города, председателем Республиканской палаты экологических аудиторов Романов Честных. И он дал мне полный расклад экологического бедствия в Усть-Каменогорске. Я являюсь руководителем нескольких организаций. Проектная, некоммерческая, палата экологических аудиторов. Также являюсь общественником городского значения. И член регионального совета предпринимателей области. То есть вы практикующий эколог? Да. То есть начиная с 2006 года, когда закончил университет, я практикующий эколог. Сегодня чистое небо, свежий ветерок, о котором в Алмате можно только мечтать. И мои органы чувств, глаза и нос, они мне совершенно не говорят о том, что Усть-Каменогорск все прошлое десятилетие входил в топ казахстанских городов с самым высоким уровнем загрязнения. По 12-бальной шкале в 2019 году, последние сведения, которые мы имеем, была семерка. Предыдущие два года девятка, а в 2014 году аж 10,4. То есть за 2010-е годы среднее значение было больше восьми. Меня мои глаза обманывают? Или ситуация все-таки изменилась? Нет, на самом деле, если говорить систематически, ситуация ухудшается. Вы просто попали в период, когда у нас благоприятные методические условия, то есть ветер достаточно сильный, как раз направлен от города в промзону. То есть мы закрыты сейчас от выбросов, которые там формируются. И, в принципе, все низовые источники, которые существуют в городе, они тоже сейчас сносятся, их выбросы сносятся в сторону промзона и уходят за город. В целом по городу наши годовые показатели, которые вы приводите, они зависят от количества дней с неблагоприятными методическими условиями. Мы расположены в котловине, в принципе, как Алматы. То есть у нас формируются такие условия, инверсия атмосферы, когда газы не уходят, мы, по сути, закрываемся крышкой и остаемся в этой сковородке со своими газами, которые к тому же начинают между собой взаимодействовать и формируют тот самый смог, который, в принципе, по-моему, знаком вам. Но у нас он дополняется, конечно, новыми компонентами. У нас есть тяжелые металлы, у нас гораздо большее количество выбрасывается диоксида серы, у нас есть специфические виды соединений, которые связаны с производственной деятельностью методических производств. Поэтому у нас чуть побогаче, скажем, суп, который мы варимся в такие дни. Вот от количества дней с НМУ, собственно, и зависит годовой показатель. Если год хороший, в кавычках, и таких дней поменьше, там, порядка, скажем, 80, то показатель, как вы вот приводили пример, он падает. Если не хороший год, и у нас таких дней более, там, 100-120 бывает, то, конечно, у нас год прям видно, мы сидим, бывает, даже месяцами в этой дымке, то есть в хорошей, такой прям, не смываем, ничем, не дождями даже. И, собственно, в ней находимся, бывает, даже до месяца. Поэтому это все-таки вопрос совпадения климатических каких-то таких вещей. Назовите главные стационарные источники загрязнения воздуха в Гусь-Каменогорске. Стационарные, если мы будем говорить, те, которые подлежат государственному контролю, естественно, это, конечно, наши металлургические заводы и ТЭЦ, теплоэнергетика и металлургия. У нас три крупных металлургических предприятия. Это предприятие Косцинков, включающие в себя три производства медного, свинцового, цинкового. Это Ульбинский металлургический завод, включающий в себя Танталовое, Берильевое и Урановое производство. И это Титано-Магниевый завод, тоже уникальный большой завод в продукциях Титан-Магний. У них свои специфические выбросы хлора. Это крупнейшие металлургические предприятия, и в том числе промышленные, собственно говоря, по списку. И крупными является наша Ускаминогорская ТЭЦ, очень крупное предприятие с очень большими выбросами, соответствующими объему города. Две маленькие ТЭЦ, это Согринская ТЭЦ, она уже поменьше. И котельная номер два, так сказать, котельная считается. Она снабжает теплом, ее бережную развивающуюся часть города. Там поменьше выбросов. Итого, собственно, шесть укропненных таких больших, которые можно прям сразу пальцем показать. Еще собираются строить еще одну ТЭЦ, да? Наверное, в супе не хватает. Да, на самом деле у нас дефицит тепловой энергии. И есть люди, которые строятся сейчас на левом берегу, на левой части развития города. Они сталкиваются с тем, что у них нехватка энергии. Сейчас ТЭЦ в последние десятилетия показывает стабильную динамику, положительную динамику по производству тепловой энергии. То есть сжигание угля растет у них прям стабильно. То есть тут башь на башь. Нужна ли ТЭЦ-2? Конечно, нужна, если мы смотрим на баланс. Если сходом уравнений 100% сжигаемого угля мы этот некий объем переводим на ТЭЦ-2, а на ТЭЦ-1 убираем его, то есть баланс сохраняется, тогда, конечно, она очень нужна. Она с точки зрения экологических показателей будет гораздо благоприятнее для города. Если же мы ставим ТЭЦ-2, по крайней мере, тепловой дефицит, но при этом ТЭЦ-1 продолжает использовать ранее разрешенный объем выбросов для производства электрической энергии, ну это же более рентабельная такая вещь в теплоэнергетических предприятиях, то мы получим, наоборот, рост значительный. Это, конечно, будет неблагоприятная ситуация. Вот ТЭЦ действующее. Это единственное предприятие, которое за прошлое десятилетие выбросы увеличило в полтора раза. Это означает, что она действует на своем пределе уже? Нет, она же проходит модернизацию, то есть у них длинные появились градирни. Поэтому сказать, что они работают на пределе, я не могу. Но то, что они максимально стараются извлечь пользу от того факта, что в городе есть дефицит тепловой энергии, и им действительно спускают тот факт, что они растут в выбросах, это факт. Но в то же время все остальные предприятия снижают. А вот тот же Кассинг снизил почти на 20%. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Сыпьте лайки и дизлайки, пишите комменты, делайте репосты и присылайте донаты. Это главный залог нашей независимости. Безбергемис мы делаем гиперболей вместе. Усть-Каменогорск входит в список горячих точек именно по выбросам двоокиси серы. Это по данным Greenpeace. И главным, с этой точки зрения, загрязнителем является свинцовый цинковый комбинат, ныне Кассинг. Он вообще главный загрязнитель. По валу мутоннажей, думаю, да. И конкретно по выбросам серы тоже около 50%. Там серы используются в производстве. Металлургия, периметаллургическая, то есть огневая металлургия, это руда, в которой металл находится в соединении серы, сульфиды. И заключается металлургический передел в том, чтобы поджечь. И при высоком температурном процессе серо соединяется с кислородом в дутье, переходит в газообразное состояние, тем самым освобождая металл от соединения с серой. То есть содержание сульфидов в воздухе, то есть соединения с серой, это является маркером промышленных регионов, где пускается в частности металл. Мы приехали сюда из Тимиртау. Мы там присутствовали на заборе воздуха, которое проводила лаборатория департамента экологии областного. И я спросил, какие загрязняющие вещества замеряются. Мне сказали, что в самом приборе есть вот четыре основных. Это диоксид азота, оксид... Серый углерод. Углерода, да, и серый. И в этом перечне не оказалось металла. Я говорю, подождите, мы же находимся рядом с металлургическим комбинатом. Они говорят, ну, содержание металла там совсем незначительное. Неужели настолько мало содержание тяжелых металлов в воздухе, что их просто в качестве погрешности рассматривают? Проблема в том, что инструментальные методы достаточно сложные для определения металлов. Нет, если, например, газы достаточно легко проверяются, наличие их и концентрация, то с металлами тяжелее. Чаще всего делают двухступенчатый анализ. Это сначала ты делаешь пылевую отборку, и уже в пыли определяешь содержание конкретных видов металлов. То есть газы, грубо говоря, замеряются гораздо проще, чем содержание металла? И пыль замеряется гораздо проще. Там обычно оптически стоит прибор, он замеряет чисто пыль. Но, знаете, есть еще косвенные показатели, например, содержания металлов. Если, например, мы не можем оперативно, экспресс-методами определить содержание металлов, то мы можем посмотреть, как это делать ретроспективно. То есть отбор почв и анализ почв на содержание металлов. Казгидромет такие наблюдения ведет в промышленных городах. Это можно посмотреть по эксправочникам. И, например, в Ускаминогорске такие превышения составляют прям... Вот там реально экстремальные значения. Десятки, ближе к сотне ПДК по цветным металлам. Все-таки мы имеем дело с городом, в котором промышленность развивалась уже больше 50 лет. И первый этап был достаточно неэкологичным. Длительно был неэкологичным. Поэтому накопление в почвах, оно здесь находится в очень больших значениях. И оно показатель того, насколько загрязнена окружающая среда в целом. Воздух все-таки это динамичная среда. То есть, как мы сейчас видим, например, мы сейчас не снищаем никакого здесь промышленности. Тогда как почва, собрав все это, является вторичным источником. И как бы мы ни хотели, или представляли закрытие заводов, но мы находимся уже в тегногенно-загрязненной, сильно загрязненной территории. То есть здесь, вот здесь конкретно уже десятки ПДК. Но эти металлы накапливаются не только в почвах, а еще в организме человека. Какие самые распространенные болезни в Ускаминогорске? На первом месте у нас считается заболевание органов дыхания. Ну, это, естественно, для городской среды. Знаете, проводилось интересное исследование. В рамках каких-то общегосударственных задач, в нулевых, зарабатывались экологические паспорта городов. Может, сталкивались с таким. В этом случае такой паспорт разрабатывался тоже в 2004 году, или 2005, не помню. Экосервис С. Экосервис, забрал по всей республике, да. Они же отсюда? Да. И вот в том паспорте, который находился в открытом доступе, очень много информации на те вопросы, которые вы задаете. То есть, насколько загрязнены люди в различных своих частях, то есть, волосы, кожа, там, кровь, различными соединениями металлов. Прекрасная выборка, показывающая, в том числе, распространение территориально этого всего. И что она показала? Значительное загрязнение. То есть, тяжелыми металлами, тем же свинцом, к примеру, загрязнение существует. Таким же уровнем загрязнены почвы, загрязнены сельскохозяйственные продукты, которые выращиваются где-то в городской агломерации. То есть, уровень загрязнения высокий. Вопрос был про болезни. Вот вы остановились на органах дыхательных путей. В Алма-Ате это каждый третий болеет, по официальным данным. Какие еще болезни? Вот мы находимся на месте, где в 100 метрах находится онкологический центр открытый. Очень популярное место, расстраиваешься в ширину, скажем так. Потому что онкология у нас очень большой, нашего здоровья. Мы сталкиваемся все с этим. То есть, в любой семье есть больной или умерший уже от этой болезни. В любой семье есть больной или умерший? Ну, конечно, вы правильно понимали, семья это не 2-3 человека, а имеется в виду родовое. То есть, представьте, что у кого-то не умер человек от рака, я просто не знаю таких людей. То есть, бабушка, дедушка по-любому. Здесь просто ракообразующих много предприятий, которые дают эти канцерогены. Ракообразующие предприятия. Ну, смотрите. Я раньше слышал градообразующие, сейчас ракообразующие. У нас была техноген-авария в 92-м году, когда при взрыве на металлургическом заводе, на Ульбинском, выброс был бериллиево пыли. То есть, эта пыль взлетела, город не закрывался, и в итоге многие вдохнули. Я склонен считать, что у меня были проблемы в детстве со здоровьем как раз из-за этого. Потому что я попал, в принципе, без всякой защиты в это облако. И у меня достаточно долго были проблемы со здоровьем. Поэтому прямой взаимосвязи, вот на ваш вопрос отвечаю, прямой взаимосвязи, к сожалению, то не дает. Мы знаем, что у нас, к сожалению, нет такой практики выводить параллели и понимать, что с чем связано. Но можно лишь косвенно находить такие вещи в подтверждение. В 2016-2017 годах, в рамках разработки экологического паспорта, который уже потом никто не увидел, к сожалению, как бы я не хотел его найти, проводились исследования. Его закрыли? Насколько я владел информацией, у нас его оплатили, его должны были разработать, наверное, разработали. Но сам паспорт я больше не видел, этот новый, обновленный. Наверное, там очень интересная информация. Но в рамках подтверждения этого паспорта на достоверность, выдержки из него, как результаты неких научных исследований, публиковались в соответствующих журналах научных. И одна из таких публикаций говорила о сравнении показателей заболеваний органов дыхания у подростков, у детей и у подростков в двух зонах. Для сравнения сделали. Около промзоны и фоновая левобережная часть. Фоновая, потому что там нет предприятий практически на тот момент исследований, там только котельная. И разница оставляла четко по выборке 10% гораздо... Нет, сейчас секундочку не совру. На треть детей, подростков болеет органами дыхания больше около промзоны, чем фоновой левобережной части. Притом, что левобережная не является реально фоновой. Она в эти дни НМУ ровно так же находится в облаке и ровно так же покрыта смогом. Поэтому мы можем говорить лишь о более сильном воздействии около промзоны. И это задокументировано. Эти исследования проводили наши врачи городской больницы, городская СС и, собственно, представители вот этой компании, которая разработала паспорт. Вернемся к раку. Вот у нас социальные органы, они не очень любят распространять статистику по заболеваниям алкологии. Но у Усть-Каменогорска прочно держится слава лидера по онкозаболеваниям Алмата на втором месте. Дыма без огня не бывает, то есть это имеет под собой почву. Безусловно, я еще раз повторяю, все, кто живет в городе, знают ситуацию и страшатся этого момента. Есть сложности, скажем так, в обвинениях, потому что мы же находимся еще под воздействием Сепландицкого верно-полигона. То есть облака по направлениям, есть снимки, когда показывают соответствующие после взрывов движения облаков, к сожалению, покрывали наш город. Поэтому у нас несколько факторов воздействия, длительные по времени, и выделять конкретного нельзя, но да, мы очень сильно здесь заражены. Остаточное влияние полигона, оно сохраняется. Безусловно, мы все, кто здесь живет, имеем корочки, как жители экологического вот этого района неблагоприятного. Смотрите, среди металлургических комбинатов в лидерах загрязнения воздуха, воздуха подчеркиваю, только КАСЦИНК, среди других предприятий Усть-Каменогорская ТЭЦ. Два других металлургических комбината, они где-то вообще внизу, ТМК и Ульбинский металлургический завод. Так ли уж они безвредны? Или вот они продуцируют в воздух те самые металлы, которые просто не индексируются, не замеряются? Они замеряются, они проверяются, но видите, у нас есть такая проблема, мы сравниваем по валовому выбросу. Нам гораздо удобнее страшно цифры увидеть, то есть там 15-20 тысяч тонн в год, столько-то на человека выходит килограмм. Страшные цифры, но они не совсем объективные. Если мы переведем эти валовые выбросы в условные тонны, есть такое понятие, это величина обратная ПДК, то мы увидим, что вы, оказывается, далеко не в списке последних, в списке среди первых. И в советское время градация на категории предприятий, это сейчас кодекс сделали по ССЗ, а в советское время и долгое время в независимость градация велась по условным тоннам. То есть это был действительно более объективный фактор. То есть когда величина обратная ПДК, ты понимаешь, предприятие, которое выбрасывает там тысячу тонн, но слабо токсичных газов или выбрасывает полтонны очень токсичных, скажем, металлов, вот это второе гораздо опаснее. И он действительно первой категории. Там была градация по вот этому условным тоннам, и по ним было прекрасно видно, какой уровень, скажем, сопоставления между собой эти предприятия имеют по опасности. С вашего позволения я сейчас зрителям переведу то, что вы сказали на доступный русский язык, а вы меня поправите. Тенденция, которая характерна для всего Казахстана, которую мы видели и в Алма-Ате, и в Тимиртау, видим здесь. Когда эмиссия, то есть выбросы, замеряются по их общей массе, без учета токсичности каждого загрязняющего вещества. Это все равно, что сложное блюдо, калорийность его, мерить по его весу. Да, да, бесонно. И таким образом лидером по загрязнению воздуха оказывается всегда транспорт. Здесь, данные 2019 года, источник информации, корректировка целевых показателей окружающей среды, которое произвело местное управление природоохраны, 240 тысяч тонн. Тогда как на три промышленных гиганта и три тепловых станции приходится 54,5 тысячи тонн. То есть более чем в четыре раза меньше. И стационарные источники, промышленные гиганты, они соревнуются с частным сектором чуть больше 20 тысяч тонн. То есть не очень большой город, сопоставим, допустим, с Уральском, с Пустанаем. Где столько же машин, там чистый воздух, потому что там нет промышленных предприятий. Объясните, вот это же манипуляция. Знаете, сложно сейчас судить, но статус промышленного города также влияет на количество трафика. То есть значительное количество машин, которое вы видите, это не жители, это, собственно, взаимодействие предприятий. Это действительно добавляет в свою толику вот тот самый объем по транспорту. Возможно. А сколько единиц транспорт? К сожалению, я не могу сказать. То есть такой информацией даже давно не интересовался. Что-то фигурирует, была фраза о том, что около 100-110 тысяч зафиксировано в городе. Это, конечно, фантастическая сумма, но с учетом предприятий возможно. И вот наша проблема в том, что... Ну, сопоставимая, извините, с Алма-Атой, где примерно с приезжими 700 тысяч на 2 миллиона, у вас 300 тысяч на селение 100 тысяч. Да, да, да. Третий имеет. И вот проблема, получается, старого автомобильного фонда, если можно так говорить, и некачественного топлива приводит к тому, что прямая реакция, красивая классическая С плюс О, углерод плюс кислород СО, там 5 миллиграмм хорошая ПДК, она не работает. Очень много топлива не дожигается, выбрасывается в виде несгоревших соединений нефтепродуктов. Чем они плохи, в отличие от ПМ-2,5, они очень хорошо взаимодействуют между собой. И в условиях, скажем, солнечного света у них происходит достаточно мощные трансформации, и они соединяются между собой, приходят более токсичные соединения, выбирают в себя ПМ-2,5, набирают на себя остатки оксидов серы и азота и формируют очень сложные такие крайне токсичные соединения, которые потом увидим шапкой. Это, понимаете, это бульон, которым нельзя вот взять так и аккуратненько условно на гречку, на рис разделить. Это вещь, в которой происходят реакции полного симбиоза. И потом мы можем лишь химическим путем как будто примерно определять содержание отдельных там диоксидов серы, азота, там ПМ-2,5. То есть вы имеете в виду, что загрязняющие вещества еще вступают в собой в реакцию и образуются дополнительные... Именно продукт реакции. Смог это нечистый, вот выброс одного там завода и предприятий, что-то смог это продукт именно реакции. И мы его наблюдаем его формирование именно. То есть у нас не происходит, что выбросилась и шапка стоит. Это формирование в определенных условиях, когда есть благоприятные для этого формирования метеорологические условия, когда стоит полностью без ветря, когда есть соответствующий температурный режим, идет взаимодействие, варится этот котел у нас здесь в горах, наварится, наварится бульончик и пенка такой красивой ложится черной шапкой. Тем не менее, я вернусь к методологии подсчета выбросов. Вот мы практически в каждом выпуске, который посвящен полюшин, загрязнению окружающей среды, говорим о том, что вот этот метод сваливать все в одну кучу, он недостоверен. Он недостоверен. Даже более совершенный метод, индекс загрязнения атмосферы, который вычленяет, и то он считается уже устаревшим. Весь мир перешел на Air Quality Index, индекс качества воздуха, который прежде всего акцентируется на опасности для общественного здоровья. Сваливание в одну кучу имеет цель абсолютно манипулятивную, чтобы перенести акцент с предприятий, с стационарных источников на транспорт. Транспорт это в основном частный транспорт, на который якобы государство никак не может повлиять. То есть это соскок соответственности за загрязнение воздуха промышленными предприятиями и тепловыми станциями. Если говорить о инструментах контроля и возможности влиять на ситуацию, то есть в голову процесса выходим, то, конечно, контроль должен быть пообъектно. Естественно, у нас есть группы лиц, например, предприятия промышленные, теплоэнергетика, частный сектор, транспорт. С каждым из них надо работать, безусловно, раздельно, не валить в одну кучу. И для каждой из этих групп имеются свои референтные значения, которые необходимо выдерживать. Если для предприятий мы вполне можем понимать, какие показатели они должны достигнуть, для того, чтобы мы считали их деятельность экологичной, ну, в соответствии с текущим уровнем технологий, мы также можем понимать, что это для тех энергетики, у которых существует технологический регламент по выбросам. Мы, в принципе, имеем показатели, такие же технологические регламенты для транспорта, собственно, что у нас проверяют периодически и показывают превышение. И частный сектор, она просто примет как данное, что это, в принципе, ненормально в 21 веке, в городской среде иметь отопление углем или каким-то там другим видом топлива. Пусть Камерогорску о газе приходится только мечтать. Однозначно только мечтать. В этом десятилетии. Плохо звучит, хочется верить лучше, но, по-моему, да. Потому что это достаточно долгий процесс же, и политически он даже не начался. У нас есть упоминание в генеральном плане газификации страны о том, что ВКО должны быть подключены, рассматривается, как возможно, подключение к ветке российского газа, Китай, который идет. Но там тоже сказано о условиях, если получится. К сожалению, там общую фразу. Насколько мне известно, на текущие десятилетия это даже не закладывается. Вот те 3 миллиарда долларов, на которые можно было продолжить газопровод ЦРРК от Астаны на север и на восток, к сожалению, они ушли на экспорт, которое не имело никакого эффекта для экономики. Следующий блок вопросов про экологический активизм в Усть-Каменогорске. Много ли активистов? К сожалению, нет. К сожалению, достаточно непонятна для меня ситуация. Но она связана, скорее всего, с общим мышлением. Потому что у нас не принято, скажем так, открыто выступать в противодействии с властью, с общими тенденциями. К сожалению. Плюс надо понимать, что значительная часть города прямым образом связана с работой металлургии, теплоэнергетики, госсектором. И, по сути, вымывает тех, кого легко, ну, скажем, в кавычках, легко заставить промолчать. Либо они сами не готовы высказываться. То остается маленькая простойка, которая, в принципе, весь свой потенциал протеста может выразить максимум в соцсетях, там, пару комментариев и все. И в итоге мы имеем достаточно очень малую группу лиц, которые открыто, во-первых, озвучивают эти вопросы. Это, ну, лица, наверное, хватит пальцев двух рук. Имеем незначительное количество людей, которые инициативы таких вот людей могут поддержать в неких слушаниях. Ну, то, что где-то могут присоединиться, но, то есть, не на постоянной основе для них. Это вопрос, они согласны с тем, что неправильно, но их участие, оно такое избирательное по возможности. Поэтому, к сожалению, нет, у нас с этим большие проблемы, я не понимаю, почему это происходит. У нас есть общественное объединение, связанное с экологией, которые живут там на грантах и какие-то публикации ведут. А государственные гранты? Государственные. То есть, это Гонго, да? Госзаказ идет прям хороший, там какие-то исследования проводятся, живут люди, улыбаются, в конференциях участвуют. Но результата-то нет. Вот вы достаточно хороший вопрос поднимать. Действительно, если выделять объектами, то есть, у нас есть металлургия, мы вполне можем на нее посмотреть узким фокусом, мы можем сказать, ребята, вот вас тут трое, собственно, мы вас всех знаем, мы знаем, что вы большие, с точки зрения экологического воздействия. Давайте проработать момент. Но вот этого контакта нет. И я склонен считать здесь вариант некого сговора, наверное, корпоративно-государственного. Потому что, давайте прямо, бизнес-то бизнес-то, это выстраивание стратегии получения прибыли. И все сопутствующие моменты связаны, скажем, воздействия, скажем, убытки. И персонал все равно это все-таки такие вещи второстепенные. Первостепенно – это прибыль. И для прибыли важно получить максимальное извлечение. И очень хорошо нам помогает, когда, скажем, контролирующие органы, вместо того, чтобы сказывать претензии, санкции накладывающие штрафные, они, скажем, более лояльны. И уровень взаимодействия сводится к тому, что ты финансируешь некие социальные объекты. А если учесть, что в Казахстане власть изначально сидела в бизнесе… Ну, в нашем не сидит. Ну, допустим, как в корпорации ERG, там 40% пакет государства. Или в Казахмысе примерно столько же. Да. Ульбинский металлический завод – это исключительно Казатомпром, 100% государственное участие. Единственное, что Титана Магнием убивается, он частная организация. Скажите, а Касцинк кому принадлежит? Касцинк, насколько я сейчас знаю, большей частью международной корпорации Гленкор. Но я ввел о другом разговоре. То есть вот эти вещи, скажем, через голову, которые происходят, скажем, они не влияют на взаимодействие здесь. И, насколько я понимаю, это не есть продукт того, что, например, государственное частично. Есть гораздо более простые механизмы. То есть когда предприятия, по сути, вкладываются деньгами в некие общественные фонды, в некие инициативы высокопоставленных региональных должностных лиц. И реализуя вот эти свои… Просто вложил деньги, и все, и ко мне… Ребят, я деньги дал, я пошел. Откупился. Ну, можно так назвать. И эта ситуация мне на очень не нравится. Я считаю, что пока вопрос стоит в том, что предприятия действительно имеют моральное право завалять. Но мы же вкладываемся в социалку. И они реально вкладываются. Они там оплачивают лечение, они оплачивают там городские праздники, они там оплачивают фонды, которые непонятно на что тратятся, кто их контролирует, абсолютно закрытая информация. У них действительно моральное право есть говорить о том, что мы вложили в социалку. А что ваши там Акимы условно не работают с этими деньгами должным образом, не вкладывают их в развитие экологической ситуации, это уже как бы ваши проблемы. И эта проблема реально существует, и она мне абсолютно не нравится. То есть мы должны поставлять так и взаимодействовать с предприятием, чтобы искать, вот вы, 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 вы действительно в рамках требований законодательства экологического выполнения то-то, то-то, то-то. Но мы понимаем, что исторически, и даже уже сейчас, в длинный период, вот здесь она имеет накопительный эффект. И, соответственно, дано говорит о других уже мероприятиях. Мое видение случается в том, что вот надо вот эти прослойки в виде общественных фондов, которые под контролем Акиматом и прочим структурам, исключать. И случаются вообще форматы, когда предприятия, такие вот крупные экологическим воздействием, ведут финансирование закрытого типа, которое со стороны не наблюдается, нельзя проконтролировать, на что эти деньги пошли, и не является ли это закрытой формой откупа или чем-то еще. То есть должны быть создаваться инструменты с абсолютно открытым общественным контролем взаимодействия и с возможностью общественности предлагать инструменты, предлагать мероприятия, которые могут реализовывать за счет этих денег, и которые реально придут к улучшению экологической обстановки. Слово «надо», оно слово такое, не обязательно. «Надо», «нужно», «кому нужно», «кто это будет делать, это непонятно». Вам удается оказывать давление на государственные органы и на предприятия-загрязнители? Нет. Не удается. Мы пытаемся, но пока у нас Данил Ахметов, областной Аким, реакция абсолютно нулевая. Данил Ахметов абсолютно человек тотального управленческого типа, который не позволяет, видимо, для себя считать возможным, что кто-то из условного гражданского общества мог бы указывать на проблемы, и они должны были бы, скажем, разрешаться. Я вижу это так. К сожалению, весь мой опыт последних взаимодействий с государственным парадом именно так складывает у меня впечатление. Мы пытаемся, в прошлом году собирали просто колоссальные усилия людей, собирали сотнями на противодействие вырубки небольшого количества деревьев. Но для них, видимо, для них, я считаю, это власть наша региональная, для них, видимо, считается просто невозможным принять позицию кого-либо, кроме себя, учитывая, что они там уже вложили деньги, распределились среди своих. Это был ковидный год, когда у нас тендера разлетались без контроля с одного источника по спецпорядку. И мы не можем ничего с этим сделать. Абсолютно никакого взаимодействия реального не существует, никакие доводы не принимаются, то есть контактирования нет. Имитация, безусловно, присутствует, они же там формируют свои бот-фермы и все это. А вот фактического, прямого, хоть минимально сказать, ну, видите, мы что-то сделали же. Нет, такого нет. А на вас оказывается давление? Уже нет. Знаете, меня просто не существует. Это тоже форма такая. Уже нет? Вот ключевое слово уже. Раньше было? Было, да. Ну, в рамках, скорее всего, других взаимодействий, не экологических. Просто мы, например, когда снимали прошлого Акима Городского, поднимали вон, когда он там участвовал в ДТП со смертью мальчика. И тогда, да, там уголовные дела какие-то. Ну, вот это такая форма. Живой, на свободе же нормально. А вот по экологическому просто игнорирование. Вот тоже позиция же на самом деле. Они просто игнорируют вообще существующий спрос. Но он и маленький. Поймите, если у нас как у Алматы была бы ситуация, и когда у нас с активистов были бы группы, которые реально могут поднимать, и которые хотя бы один митинг провели по этому вопросу, без зоны была бы реакция. Но, к сожалению, я пока не могу этого никак сделать. Ну, вот не хватает действительно внутреннего потенциала у граждан, для того, чтобы с этим посылом выйти. А это что? Общая такая инертность, зависимость от тех же загрязнителей в жизни, по работе, либо это выученная беспомощность? Второе, конечно, безусловно, второе, это долго воспитывалось в нас, и это люди с этим живут. И потом не поможет, да, бесполезно это. И, к сожалению, это ментальность уже сформированная. Может, она, конечно, будет меняться каким-то образом, но пока так. Тем не менее, я вам хочу сказать, что я заметил со стороны, что здесь активисты, хоть их и не очень много, они экспертные. Они знают, грубо говоря, матчасть. Потому что, да, в Алма-Ате много активистов, но большинство, я вам скажу, они страдают, не знают законодательства. Многие не понимают, что такое, что такое. Не читали Орхутскую конвенцию, допустим, да? Слово-то все это знают, Орхут, да, выучили. А что оно из себя представляет? Кого не спросишь, чиновника и нового активиста, просто не знают. И не имеют материалов, документов, которые надо изучать. Вот, многие просто берут на эмоцию, на голос. Это тоже нужно, это оказывает эмоциональное воздействие. Конечно, такие торпеды, я их называю. Обязательно. Да, тоже нужны, но нужны еще и люди с базой, как это называется. Да, безусловно, но, опять же, о каком количестве мы говорим экспертов? Вы буквально поговорите со мной, поговорите с даулетом, кого еще можете упомянуть? А кого вы мне прикидываете? У нас в городе больше никого, кто бы занимался, независимой оценкой нет. Все остальные, это, повторяю еще раз, они лишь в кавычках «эко». Они либо работают в условных организациях дочерниках «Акимату», либо они живут на дотации госзаказа, и там свои задачи, свои условия. И говорить о том, что они, например, представляют себя в экообщественности, я не могу абсолютно. А в экообщественности, которые могут прямо сказать, ребята, вот я не согласен с тем, что у нас находятся в эко-заводе в городе. А не те, кто скажет, ну, знаете, ну, так вот получилось, ну, мы же не можем историю поменять там. Это не подход абсолютно. Роман, власти уверены, что они, человек, не может ничего изменить. Пусть они остаются в этом заблуждении. Вот. И я сказал, что слово «правда» и весь мир перевесит. Есть большая проблема, как человек, который работает в коммерческой организации, у нас просто вымытый экспертный пул. У нас нет экспертности. Независимый. Да любых уже, господи, уже любых. Каких, хроменьких. Профессиональный вот этот пул, он просто истощен. Я не могу найти людей, не то что здесь, в городе, в области, я не могу найти их в республике для своих, например, некоторых задач, которые ставятся. Их физически уже нет? Они уехали или они... Да, к сожалению, да. Это большая проблема, которая просто, я считаю, угроза национальной безопасности. Мы, как страна, резко теряем кадры именно в профессиональной сфере. Мы теряем возможность экспертно обсуждать свои проблемы. Мы уходим на какую-то компанейщину, мы уходим на уровень эмоциональности. То есть, в сравнении с природными ресурсами истощается человеческий капитал? Я даже скажу, что истощился гораздо сильнее, чем наша природа. Наша природа имеет потенциал восстановления, а вот с человеческим кадром тяжелее немножко. Дерево быстрее выходит. Баба науха нарожают или не нарожают? Ну, нарожать не проблема. У нас как бы и рожаются люди. Вопрос, я говорю, что профессионалы были. Скажем так, массу создать не сложно. Ты качество создай. В Искаменогорске большая проблема с тем, чтобы оценивать комплексность экологических проблем. То есть, у нас есть узконаправленные такие взгляды, например, предприятия, например, кто-то акцентируется на транспорт, если действительно хочется отвезти от предприятий. Но нет направленности на результат. То есть, какие бы дорожные карты не формировались, какие бы условные заявления не делались от госорганов, нет тех KPI, которые бы сказали, вот так мы оцениваем результат наших действий. Вот так мы хотим получить. Те же самые ЦПКО, среди вы показатели качества прежнейшей среды, у нас их просто перенесли. У нас работали до 20-го года, сейчас должно быть ПДК, потом взяли, блочный еще на 5 лет продлили. То есть, сказали, ну ладно, пусть еще будет превышение ПДК. И никто не несет ответственность. Я бы хотел видеть позицию государственного округа в другом. То есть, определение четких показателей, критериев, по которым будет оцениваться результат работы. Я хотел бы видеть, чтобы наши госорганы, наконец-то, начали взаимодействовать с общественниками. Не в формате, который там все громко говорят, а просто с людьми, которые приходят с изучением проблем. То есть, когда у нас собирается общественное слушание, и у нас там участвуют сотни людей, для Ускоренгорска это гигантская сумма. И при этом никакой реакции нет, и Акимат просто либо игнорирует, либо идет на нарушение закона, чтобы проигнорировать результат общественных слушаний. Вот эти вещи хотелось бы просто, чтобы они были либо исключены из нашей общей практики. Пример, приведите по... Я приведу пример, месяц назад проводились слушания по реконструкции одной из городских улиц, там миллиард на километр выделяли, и под это дело просто кусок взяли улицы, там все повырубать, дорожки в пустоту велосипедные сделать. Провели общественные слушания, в общественных слушаниях люди пришли, они были в зуме, влага. Мы смогли продавить с председателем меня, чтобы я смог независимо модерировать ситуацию, хотя Акимат по привычке сказал, так, представитель ЖКХ говорит, и я же, вот он, начальник слушаний, говорю, нет, выбирать все. Провели слушание, как это требуется по законодательству, сделали резюме слушаний, то есть проголосовали за отклонение этого проекта в том виде, как сейчас есть, то есть предоставить более экологичное представление реконструкции. И Акимат пошел на прямое нарушение закона, он не сформировал протокол и не разместил его. То есть... Значит, слушания должны быть признаны несостоявшими. Давайте я немножко по-другому скажу. Они не состоятся действительно, потому что они публиковали протокол, но Акимат пошел на нарушение правил проведения слушаний. Правил включает в себя публикацию, слушание, опубликование протокола. Если какой-то этап не выполнил, не то, что ты просто аннулили результаты, ты прошел на прямое нарушение установленных правил. И я могу представить, когда идет час налицо, формально санкции за ним предусмотрены, но государственный орган, который должен на период исключительных законов выполнять все требования законодательства, прямым образом пошел на нарушение законодательства. И эта ситуация произошла, никаких, собственно, последствий не имело это для тех, кто это осуществил. То есть и проигнорировали решения людей, и проигнорировали требования законодательства. И эти люди продолжают работать, эти люди продолжают думать, как им все-таки освоить этот миллиард-полтора на этот километр. Эти люди думают, как им продолжить осваивать другие участки, где можно кусками попилить сотни и миллиарды. И эти люди не имеют никаких последствий для своих вот таких нарушений законодательства. К сожалению, у нас сложилась беспредельная ситуация в регионе, когда представители власти уже не считают необходимым в полной мере соблюдать законодательства страны. И все это накладывается вот на эту прям тотальную кальку беспредела. То есть неуважение к законодательству на уровне госслужбы. Без всякого на то реакции любых правоохранительных органов. Будь то прокуратура там или... Ну это как с добрым утром. Спасибо за содержательную беседу. Вот что бывает, когда человек не страдает выученной беспомощностью. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, сыпьте лайки и дизлайки, пишите комменты, делайте репосты и присылайте донаты. Они помогают нам делать новые ролики про охрану окружающей среды и быть при этом независимыми ни от чьего влияния. В Эсбергемис мы делаем гиперболей вместе. На этом я с вами прощаюсь. Саубон издар! Субтитры создавал DimaTorzok